всем привет вы на канале меха мозг меня зовут евгений друзья мои тема сегодняшнего видео фрезерное приспособление к токарному станку вот это вот заводское приспособление к токарному станку и т1 м я уже показывал купила себе и т1м токарный станок в комментариях даже писали не верится что опытный мол токарь мог себе купить такой станок нему много вопросов конечно нет ускоренной подачи зажима задней бабки по как говорится качеству изготовления станка много вопросов но работать на нем можно плюс ко всему станок я покупал абсолютно новый отдал 150 тысяч нигде его через забор не кидал есть у меня бумага что его купил и к нему шел еще ряд приспособлений одно из таких приспособлений вот фрезерное квадратик здесь такой же как на болтах резцедержки вот ключик на ключик самодельный ключа не было но это на месте лучше видеть как она вверх вниз сейчас я установлю и покажу как это все выглядит на месте и вариации как говорится как можно все это дело использовать устанавливается она вот сюда шкала идет чтобы можно было проворачивать на определенный градус так где-то так и села на свое место него такая вот полочка к нему идет можно поставить так можно перевернуть его здесь вот призма идет под какой-нибудь вал чтобы удобнее было фрезеровать можно потом притягивать но на мой взгляд вот это вот штатное его расположение она не полностью удобно и поэтому я его решил базировать вместо резцедержки поэтому я в названии не написал фрезерное приспособление для и ты 1 м я думаю можно его приспособить к любому токарному станку было бы желание так вот эти болты чуть короче их отсюда убрать ну вот можно видеть здесь у нас 100 миллиметров посадка как вот здесь а здесь 85 ну и чтоб все сошлось я вытащил вот такую лучшая бочку переходной так так вот 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 ну и вот так можно уже базировать его может какая-нибудь фреза может подходить отсюда можно поставить его вот так вот сюда а можно вот таким образом соответственно деталь у нас имеет возможность можно согласно шкалы прокручиваться вот таким образом в этой плоскости вот в этой плоскости а здесь у нас просто полочка и соответственно вот это оно 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 от себя не прокручивается но но у меня здесь лежит приспособление и я думаю у многих возникли вопросы а что это такое это вот тоже шла приспособа сюда она ставится вместо патрона вот можно видеть четырехкулочковый патрон тоже в комплекте шоу между прочим вот вот какое посадочное и здесь такое же соответственно и то же самое точно точно наподобие как и фрезерное приспособление здесь вот эти залазки с винтом но при этом здесь вот есть шкала градусов и вот эта часть от себя может двигаться что я придумал если вот эти две открутить нее можно установить сюда вот такая получается конструкция конечно держится только верхними болтами но при этом если нагрузка удар будет идти сверху она никуда не денется консоль большая нагрузка большая там вибрация может быть уже что-то можно придумать для каких-то небольших деталей вполне себе но опять же это не все вот эту штуку можно отсюда убрать михаил из кисловодска вот я уже показывал мне прислал кисочки вот такие подсветовали и со станком и с приспособлениями хотя это производство белоруссии вот эти болтики со стола фрезерного станка они хоть самодельного размера у них как раз сюда подходят соответственно получается довольно интересная конструкция если взять и вот эти вот тисочки нагрепить вот сюда вот соответственно можно непосредственно сжимать какую деталь сразу красота как я уже сказал и по цвету подходит вот такая вариация но в принципе что я показал разные так сказать способы базирования сейчас будем пробовать фрезеровать то какой смысл во всей этой красоте если она не работа не работает так ну чё наверное все таки вот сюда установлю можно было фрезеровать это до сюда если вот таким образом фрезеровать все уперлось не дойдет до конца надо тисочки оставлю сейчас вот эти так как косынки для пресса ноги у него приваривать буду а тут фрезеровать фрезернуть поровнять друзья мои я думаю кто смотрит мое видео обратил внимание что ручку я так еще и не вытащил вот у меня прошло раз поломалась отсюда с рычага взял хочу вытащить бронзовую но бронза у меня нету поэтому родилась идея внезапно сделать себе печку для литья цветных металлов и вот у себя в хозяйстве нашел садовую колонку опрыскиватель дно уже вырезал и вот это все дело вместе соединю отолью латунь бронзу что получится и сразу вытащу ручку уже у меня это дело почти что готово сама идея есть подробности рассказывать не буду а то потом мне будет интересно вот такая интрига вот так чтоб не считали меня ленивым хотя я такой есть сейчас попробуем фрезернуть такие наверное переставлю дальше так их попал тяжелое двух болтов хватит ну вот конечно минус тут не на одной этой шкале не стоит риски центральной может сам должен выставлять и ставить эту риску ну вот фрезернук просто заусилить умудрился десятый листовой металл двенадцатой фрезой вот выставить так чтоб фрезерну 2 миллиметра зазора ну грамотные люди скажут конечно двенадцатой фрезочкой по чуть-чуть чё ну конечно теле паться не будет а ты побольше фрезу поставить вот я взял болванку сейчас попробую на ней грань фрезернуть возьму побольше как это все будет выглядеть фрезу вот такую с победитовыми напайками возьму правда зуб тут по-моему один живой остался тоже на чермете найдено и посмотрим как это все будет телепать а а а но снимала примерно по миллиметру даже вот такой массивный металл можно фрезеровать вот она конечно полочка я думаю более бы сильно играла и выглядит больше на потоньше тисочки конечно они с тисочками данное приспособление вот она вместе работает просто замечательно люфты друзья мои вот то что основные люфты видно было это вот из-за клина вот этого как-то немножко не продумана конструкция вот этот клин он поджимается двумя вот этими булточками 5 выпал достану вот люфт выбирается вот двумя ввертышами которые упираются сюда собственно и все и как-то не тени ага сколько ты можешь их там тянуть отверткой вот это конечно немножко не продумано может сюда болты какие помощнее закрутить по шляпке торчат и и пускай а так принципе люфтов больше не есть особо сильные не заметил довольно мощный опять же фреза у нас с одним можно сказать зубом биение было туда родит постоянно закручу здесь тоже можно видеть такой лимб один оборот 4 миллиметра вот это деление 21 это как раз один миллиметр то есть полный оборот 4 у винта шаг значит 4 миллиметра но друзья мои вариантов как использовать данное приспособление насколько хватит фантазии вот даже можно вот такой вот карандаш заточить и шестигранника минут с этой полочкой тоже можно фрезеровать но мне кажется с тисочками гораздо удобнее ну что друзья кому понравилось данное видео не забудьте поставить лайк впереди еще много всего интересного творческих успехов до новых встреч